Продолжение следует... Для меня действительно большая честь. Я очень дорожу с сестрами нашего института. И я сама прошла этот путь. Я работала с санитаркой, медсестерой и врачом. То есть, соответственно, я хорошо знаю труд медсестер-санитарок и действительно ценю их очень высоко. Наш коллектив, который находится в институте, действительно поддерживается главной сестрой. Это здорово. И вот эти мероприятия, которые организованы, они очень важны. И сегодняшняя тема моего сообщения, она именно для того, чтобы мы обратили внимание не только самые важные моменты, о которых говорили предыдущие докладчики, о качестве работы именно в плане каких-то мануальных действий, но и психологическая помощь, которая очень важна. И очень важный момент, который нельзя упускать из своей работы. Поэтому сегодняшняя тема, это будет решение проблемы, которая возникает между медсестрой и пациентом. И как может медицинская сестра решить эти конфликты? У меня доклад построен таким образом. Я сейчас немного расскажу о том, что действительно важным является в решении этих проблем. Несколько слайдов, буквально пару слайдов. И дальше мы просмотрим с вами такие видеофильмы, которые созданы сотрудниками нашего отделения. Снимались сотрудники, медсестры и санитарки. Снимала наша служба IT, снимал Станислав Гнедин, за что большое спасибо и формирование этих роликов. И мы поговорим о ролике, который демонстрирует плохое отношение между медсестрой и пациентом. Поговорим, может быть, попросим кого-то выступить и сказать свое видение проблемы. Это уже Ирина Валерьевна будет решать, как это сделать. А потом просмотрим такой ролик, который действительно решает эту проблему. Итак, хотелось бы сказать о том, что существует 323 приказ, федеральный закон, в котором говорится об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Мы обращаемся к двум статьям. Это 22-23 статья. Там очень большой документ, который действительно надо знать. Но вот сейчас, на сегодня будем говорить о том, что состояние пациента очень важно для самого пациента. Оно важно и для пациента, и для его родственников. Но и также должно обязательно быть важным для нас с вами. Когда мы говорим о онкологическом пациенте, доводить информацию до этого пациента очень сложно. И вот в этом федеральном законе 323, в статье 22, говорится о том, что предоставляется пациенту лично, медицинским лечащим врачом, а в частности, это может быть медицинский сотрудник, который непосредственно участвует в обследовании и в лечении данного пациента. Но сообщить о диагнозе должен лечащий врач. И статья 23, информация о факторах, влияющих на здоровье, тоже важная статья, о которой мы не должны забывать, и опираться на нее также. Это когда пациент должен знать о том, что, может быть, какие-то факторы, которые будут способствовать или оказывать на него вредное влияние на его здоровье, либо способствовать сохранению здоровья. То есть мы должны дать информацию пациенту ровно такую, которую, ну, во-первых, он то, что хочет услышать. Насильно мы не можем давать по тому же федеральному закону, насильно заставлять выслушать пациента, врача пациенту, мы не имеем такого тоже права. Поэтому это очень важные два момента. Говорить пациенту хорошо, когда у пациента все плохо, тоже нельзя. И если мы обращаемся даже к каким-то элементарным сказкам о том, что говорит все хорошо, все отлично, но вот у тебя рак, а как же может быть все хорошо и отлично, если пациенту нужно сделать ампутацию конечности? Конечно, этого говорить нельзя. То есть преподать информацию пациенту о его онкологическом заболевании необходимо правильно, необходимо четко выстроить цепь тех слов, которые вы должны говорить, и не так, чтобы это было, например, сегодня или завтра. У вас должно быть обязательно понимание, как вы будете общаться с тем или иным пациентом. Очень важный момент, как нам узнать пациента. Мы не можем, например, если пришел пациент к нам на прием, или пришел в отделение, а вы встречаете пациента, вы 24 на 7 находитесь в отделении. И вы не можете сразу понять, какой это пациент. Это очень сложно на самом деле. Но самым важным моментом в навыках общения с пациентом является это выслушать пациента. Что значит выслушать? Выслушать это сидеть и слушать, как он будет рассказывать. Когда-то несколько месяцев назад у него кольнуло в правом боку, потом в левом боку. Конечно, это очень нудно и не нужно. Но на самом деле первое, что можно сделать, конечно, направить в правильное русло пациента. И об этом нужно будет поговорить. Мы сейчас поговорим в этих слайдах. Необходимо проявить эмпатию и знать о вербальных и невербальных коммуникациях. Вот три навыка, о которых сегодня мы поговорим, о которых нужно знать. Проведено интересное такое исследование в Швейцарии, когда стали смотреть и слушать пациента, и вошли в эту группу пациента, вошли люди, у которых была градация по возрасту, роду, деятельности, имел ли он высшее образование или не имел, сам пациент, как он из себя представлял, агрессивен или нет. Но в целом из всех признаков основным явился возраст. И вот как было уже подсчитано, что чаще всего, дольше всего говорят, это возрастные пациенты до 108 секунд. Фактически, если пациента не останавливается, он будет говорить 150 секунд. Это в целом, когда взяли большую когорту пациентов, посчитали, прослушали, и действительно было понятно, что эти пациенты, они хотят выговориться. Послушать 2,5 минуты за это время можно одновременно, поднимая глаза к пациенту, участвовать в этом разговоре, проявлять эмпатию и одновременно делать какую-то документацию. То есть нужно найти способ общения с этим пациентом. То есть выслушать действительно уже можно. Что такое эмпатия? Это тоже, кажется, такое модное слово. На самом деле оно совершенно не модное. Эмпатия – это сострадание. Сострадание к человеку. Но самым важным моментом для нас является то, что нельзя проявлять эмпатию и переноситься. То есть нельзя сесть с пациентом рядом и плакать вместе с ним. То есть нельзя. Нельзя осознавать полностью. То есть медицинский работник должен четко понимать и делать обязательно акценты на то, что да, действительно, это пациент, а ты сотрудник медицинской службы. Неважно, какую должность и какое образование ты имеешь. И, конечно же, нельзя потерять ощущение происхождения этого переживания. То есть вы должны помочь пациенту сопереживать ему, сострадать, но тем самым не разрушая себя. Вы должны себя беречь. Это очень важный момент. Ну и третье – это вербальная коммуникация. Когда мы разговариваем, и очень хотелось бы еще уделить минуту внимания к тому, что есть отношения и школа общения пациентов, врача, пациента, медработников и пациента, а есть необходимость и школа общения между сотрудниками. Вот этот момент, которым мало проговаривается, но очень важно, когда микроклимат в отделении правильный, приятный и комфортный, всегда приятно идти на работу. Вот этот микроклимат, общение и манера общения, и культура общения, конечно, имеет очень большое значение. А когда вы говорите и общаетесь с пациентом, то, конечно же, здесь вербальная коммуникация – это когда вы говорите, пациент слушается. И я хочу сказать, что каждый из нас видел пациента, который говорит на своем языке, то есть, ну, как-то такой сленг. Нельзя уподобляться и стараться переводить, ну, по-доброму. То есть нельзя говорить, вот вы так говорите, а я вот лучше говорю и так далее. То есть нельзя этого делать. Вы посредством общения можете унизить пациента. То есть это вербальная коммуникация, вы должны понимать, что языком, словом вы можете обидеть, унизить, оскорбить человека. И невербальная. Когда пациент приходит, вы сидите на посту, подошел пациент, и вы поднимаете глаза, и взглядом, жестом вы можете обидеть пациента. И, конечно же, вот это недоверие, которое появляется у пациента к медработнику, оно будет перекладываться и на остальных сотрудников учреждения. Мы всегда должны протянуть руку помощи. И порой вот эта вот помощь, которую просто ниоткуда не ждешь, пациент ее ощущает. На самом деле это очень большая роль и помощь в самом лечении лекарственном. Поэтому, конечно, я призываю всех проявлять эмпатию, сострадание и стараться находить общий язык. Если вам сложно, нужно выждать и взять паузу. То есть взять паузу, и если даже задан некорректный вопрос, если вы выберете паузу, пациент подумает о том и сам за вас ответит на этот вопрос. То есть это небольшая возможность такого общения, это тоже надо использовать. Ну, я хотела бы пригласить всех на, пользуясь случаем, пригласить всех на школу, которая проводится у нас ежегодно и в течение года, в том числе вебинары, где участвует несколько человек, это психологи, это альгологи, наши сотрудники. И там мы рассказываем о конфликтных ситуациях, разбираем вопросы. Нам очень часто зала рассказывают какую-то конкретную ситуацию, которую мы потом разбираем. Поэтому, милости просим, 7 июля мы вас ждем на нашей секции.